А вы не думали освоить новую профессию? То есть кататься не только на обычных тачках, собственно говоря, а что-нибудь поинтереснее, к примеру, на водном транспорте. Действительно, взять работу, которая связана с водой, и просто на кораблике поплавать, повыполнять задачи и за это выполнять деньги. Всем привет, дорогие друзья! С вами Личи, и это новый ролик по МТА Провинция Онлайн. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, речная работа. Тут мы нашли речная пристань, речной вокзал. Здесь можно, собственно говоря, устроиться капитаном на малый теплоход в летний период. Но, я не знаю, сейчас как бы уже и не лето, и не осень, но попробовать, в принципе, можно. То есть, самый новый большой речной вокзал есть в республике. И седьмого уровня тут можно устроиться капитаном в летний период на теплоходы. Располагается рядом со станцией речной вокзал. То есть, в принципе, можно туда съездить, посмотреть, что это такое, и оттуда уже опираться. Так, ну давайте съездим на речную пристань. Я буду надеяться, что сейчас, на данный момент, я еще могу как бы взять, да и начать работать, к примеру, таким вот работником. А может быть и нет. А может быть и нет, потому что лето как бы закончилось. Сезон, не сезон, вот эти вот все дела. Но сейчас проверим. То есть, вот тут у нас идет аренда катера, аренда лодок. Мы тут можем аренду брать. А чуть дальше у нас уже идет именно сама работа. Именно работа. Но сейчас посмотрим, можно ли еще работать. Как бы действительно очень спорный вопрос. Лето закончилось. Как бы не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, разрешат ли поработать или нет. Окей. Давайте погнали посмотрим, посмотрим, теплоход работать. И да, действительно, я только что устроился работать. Ничего себе. Вот это вот пароход. И теперь мы на нем будем работать, дорогие друзья. Сейчас я везу кого-то на экскурсию. Время до окончания работы. Ой, 20 минут. И нам нужно просто плыть. Как же тяжело эту судмарину разогнать. Тут кто-то на катерах маленьких катается. А мы на вот таком огромном, огромнейшем корабле. Ну, видимо, с туристами. Вот такая вот, как бы вам это объяснить. Это у нас экскурсия. Экскурсионный вот такой вот крутой. Ой-ой-ой-ой. Как круто от первого лица-то вообще. Ничего себе. Ну да, тут со скоростью, конечно, все печально. Потому что, ну, представьте, как тяжело действительно разогнать данный корабль. Но вот мы плывем. Остановитесь внутри маркера. Тут еще надо останавливаться. Видимо, за километр нужно остановиться. Потому что я останавливаюсь. И да, я не смог остановиться вовремя. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы проехали. А задней скорости тут, видимо, нету. Потому что она назад. Это судно не едет. Хотя, что-то происходит. Что-то происходит. Но нам 4 километра. Едем в обратную сторону. Ой-ой-ой-ой. Как же это жестко. Я бы не сказал, что это прям веселая работа. Потому что тут все медленно. Короче, если вы терпеливый, вы тут сможете поработать. Если у вас терпения нету, то эта работа точно не для вас. Потому что тут прям нужно очень долго остановиться. И вот тут на желтом маркере я должен встать. Теперь вот как-то я остановлюсь. Но он не остановился. Ожидайте внутри маркера. Все, я стою, 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 стою. Возле этого маркера. Так, но ничего не происходит. Ничего не происходит. Пока что какие-то чуваки подплывают. Смотрят что-то там на мою лодку. Все, продолжайте движение. Теперь я могу двигаться дальше. То есть теперь мы с вами едем. Точнее плывем дальше на какую-то меточку. Ой, это действительно долго. Но на самом деле в принципе, в принципе круто. То есть в принципе поприкалываться. Попробовать можно. А вот если кому-то понравится. Я пока что, честно говоря, не понял. Потому что все очень и очень медленно происходит. Медленная такая работка. Но зато можно о чем-то подумать. Если вот выстроить тут правильно камеру от первого лица. То в принципе почему бы и нет. Довольно прикольно почувствовать себя настоящим капитаном огромного корабля. Это круто. Это круто. В принципе да. Тут уже полегче. Сейчас скорость разберем. И даже остановок-то и не будет. То есть все. Мы едем по одному определенному маршруту. И все. Самое действительно оказалось тяжелое. Это остановка. Потому что остановить данный теплоход. Или я не знаю что это. Но это не катер. Это действительно вот прям. Именно наверное теплоход. Или большой такой корабль. Именно пассажирский. Покататься. Показать вообще людям. Достопримечательности города. В принципе круто. Потому что постоянно на тачках. На тачках. На тачках. Ну хочется на чем-то другом. Поэтому ребята. У меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в МТА провинция онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Не обязательно иметь мощный ПК. Достаточно будет даже слабенького ноутбука. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень крутую игру МТА провинция. И ты действительно будешь доволен. Потому что огромный мир. Много транспортных средств. Как много тачек. Так и вот как видите и кораблей. И действительно есть чем заняться. Много профессий. Много чего прикольного. Поэтому ссылочка на игру будет в описании. Ну а также чтобы сразу же получить крутой бонус в игре. Смотрите что ребята нужно сделать. Когда вы зашли в игру. Надо нажать на буковку М на клавиатуре. И у вас откроется меню, статистика и всякое такое. Далее переходим в раздел реферальная система. И вот тут в появившемся окне. Вам нужно ввести мой промокод личитоп. То есть вот этот промокодик личитоп. Вводим во вкладку активировать промокод. И все с легкостью получаем крутой и очень мощный бонус. Я уверен что вы будете довольны. И действительно вам это понравится. Поэтому ссылочка будет в описании. Ну а мы продолжаем этот путь. И действительно да на этом теплоходе очень долго разгоняться. Я бы хотел скорость сильнее разогнать. Но это невозможно. Действительно невозможно. Тут плыть можно будет очень очень долго. По маршруту непонятно вообще какому. Как мы оттуда будем разворачиваться. Из этого порта. Ну даже мы не в порт заезжаем. Просто в какую-то лазейку. Я не знаю. Поэтому дорогие друзья. В принципе на этом все. Кладовое слово в этом ролике. Пускай будет огромный теплоход. Все кто напишет слово огромный теплоход. Обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну а с вами был Личи. И всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok